А теперь мы с вами посмотрим, как человек шествует по этому физическому миру. И может в этом физическом мире, извините за выражение, что-то надо делать. И как он уже поврежденный, я показал вам, как это проходится, поврежденный, заболел, заболел. И после этого хочет превратить это в травму. Как он это превращает в травму? Он как раз идет по пирамиде что? Желание. Первый уровень пирамиды желания, первая ступень на пирамиде, это что в Рентине Евгеньевне? Желание получать автоматические удовольствия. То есть желание получать автоматические удовольствия. Первый шаг в пирамиду желания, это желание получать автоматические удовольствия. Второй шаг в Рентине Евгеньевне какой? Желание примкнуть к группе. Правильно. Следующий шаг – это желание примкнуть к грудке. Следующий ступень керамиды желания. Победа любой ценой. Победа любой ценой. Как человек побеждает любой ценой? Человек бьется насмерть за свои автоматизмы. Насмерть бьется насмерть за свои автоматизмы. Насмерть за свои убеждения, за свой внутренний мирок. Он насмерть его отстаивал. И когда я его спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Потому что я не запахнула. Все, я вам просто разбирал. Просто так. Дальше, следующий этап пирамиды желания. Это какой? Желание кого-то скопировать. Да, желание. Человек ищет. То он к группе примыкал, а теперь он ищет общим действием при соседнице, чтобы использовать чужую силу для себя. Жильным способом, кроме копирования, он чужую силу подтащить себе не может. Понимаете, да? Дальше. Что-что? У него ее нет. Откуда? Мы же написали в самом низу вчера. Бессилие. Состояние. Что у нас там дальше? Желание кого-то использовать. Дальше у нас появляется желание кого-то использовать. Да? И последнее. Желание вредить всем людям. Желание вредить людям. Да? Вот, обратите внимание. Так выглядит что? Уже травма. Так выглядит уже психотравма. То есть вот эта пирамида желания, это анатомия психотравмы. Это анатомия психотравмы. Так уже выглядит травма. То есть когда человек пришел к автоматизму, он что? Что? Переболел. То есть по сути своей. Как возникает психиатрическое заболевание в линейном варианте? Показываю. Сначала человек получает неудачу. Потом он ставит это на автомат. После этого он это использует в качестве прошлого опыта. Вот весь механизм психотравмы. То есть вот здесь он получает неудачу, то есть повреждения. Он отказывается с этим справляться. И вот это вот заболевание, да? Заболевание. Это постановка на автомат болезни. Использование механизма постановки на автомат болезни. И использование болезни, то есть вот этого повреждения, как прошлого опыта. Вот по сути линейный механизм возникновения психолого-психиатрических заболеваний. Вот линейный механизм. И вся проблема, что у нас существует автоматическая система, которая автоматически создает прошлый опыт при отказе от выполнения задачи. Запишите. У вас не будет никакого заболевания, если вы не откажетесь от выполнения задачи. Как только вы отказываетесь от выполнения задачи, начинаете перекладывать ответственность сигналит. И в этот момент запускается механизм формирования опорного инцидента. Как только вы отказались от выполнения задачи, у вас запускается механизм формирования что? Инцидента. Что значит отказались? Бросили на самотек. Если вы отказались от выполнения задачи, у вас не возникнет никакого инцидента, вы просто приняли решение. Нет, не буду больше заниматься, все, на этом все заканчиваем. Короче, рассосется само по себе, у вас запускается механизм формирования вот этого, прошлого года. И как только вы решились, что все произойдет автоматически, вот видите, вот оно отсюда, вот здесь, получение желания, получение, что? Автоматически к удовольствию. Оно отсюда все начинается, потом эта пирамида выстраивается, то желание вредить себе подобное. Что делать с этим? Все просто. Надо себя на этой пирамидке желания взять и приложить. Делать. А когда вы приложите и поймете, просто отказаться от использования этой пирамиды. Просто отказаться от использования этой пирамиды. И больше, и всегда себя спрашивать, а не использую ли я пирамиду желаний? Если использую, нужно просто отказаться от использования пирамиды желаний. И опыт прошлый, что разлетается сразу, вот в дребези. Видите, да? И вот эти все неприятности из-за одного вариатора. Вот столько я времени, полтора часа говорил, и все эти неприятности из-за одного маленького компонента ума человека. Один маленький вариатор дает вот столько неприятностей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!